Теперь Семён стал настоящим городским жителем. Даже профессию себе выбрал городскую программист. Профессия нужная и очень важная в наше время, но вот в деревне, из которой он родом, вряд ли бы пригодилась. Самым горячо любимым его делом, помимо программирования, с самого детства была рыбалка. Первый раз он поехал на рыбалку с отцом. Совсем ещё маленький был тогда Семён, но уже тогда это занятие запало ему в душу. А дальше, больше, чуть ли не каждый день, они пропадали с местными пацанами на реке, пробуя новые снасти. И вот теперь, к своим 25 годам, он стал настоящим профессионалом в этом деле. И вот сейчас он наконец-то вырвался из города, чтобы отдохнуть пару дней в родной деревне и побыть наедине с природой. Дома встретили его радушные объятия отца и матери, как всегда не сумевшие сдержать слёзы радости. Ну ты чего, мам? Как будто мы год не виделись. Пытался успокоить её засмущавшийся сын. На что постаревшая мать лишь смущенно махнула рукой, незаметно вытирая глаза. После вкусного обеда и долгих разговоров Семён, наконец, собрался на реку. Папа, пойдёшь со мной? Предложил он отцу. Да нет, Семён, не сегодня. Что-то Бог всю ночь болел. Пожаловался отец. Боюсь, как бы окончательно не застудить. Парень, понимающий, кивнул и не спеша отправился к реке. Здесь было всё, как в его детстве. Вот только теперь всё это ему казалось гораздо меньшим, чем тогда. Как жаль, что с возрастом мы теряем ощущение сказки. С какой-то светлой грустью, подумал Семён, накачивая свою лодку и глядя на поверхность воды. Сегодня на реке было особенно тихо. И это почему-то наполняло его какой-то детской радостью и восторгом. Вдруг идиллию Семёна разорвал рёв моторной лодки, быстро идущей прямо посередине реки. Кажется, тот, кто управлял моторкой, не разделял эйфории Семёна, а просто делал своё дело. Незнакомец пролетел в нескольких метрах от Семёна, подняв волну и чуть не опрокинув резиновую лодку парня. Семён, схватившись за борта, крепко выругался про себя, глядя на удаливающуюся моторку. Но его негодование быстро сменилось любопытством, когда парень увидел, как из лодки что-то с силой вышвырнули, быстро скрывшись за поворотом. То, что выкинули за борт, силой ударилось об воду, пуская круги вокруг себя, но не пошло тут же ко дну, а начало барахтаться и пытаться плыть. Это же кто-то живой. Позабыв обо всём на свете, Семён тут же принялся усиленно грести к барахтающемуся объекту. Он уже различал голову над поверхностью, но, кажется, пловец уже окончательно выбился из сил, то и дело уходя под воду. Семён боялся не успеть. Когда он поравнялся с тонущим щенком, тот опять ушёл под воду, но парень смог ухватить бедолагу за шиворот и вытащить на поверхность. Затащив щенка в лодку, Семён понял, что перед ним уже достаточно крупный щенок-олобая. Но кто и почему решил таким варварским способом лишить его жизни, навсегда осталось загадкой. Щенок, полностью промокший, распластался на дне лодки, раз за разом выплёвывая воду, которую успел наглотаться. Глядя на это измученное существо, у Семёна сжалось сердце. Ему даже представить было трудно, что сейчас чувствовал этот щенок, поняв, что его только что пытался убить человек, которого он любил больше всего на свете. «Рыбалка на сегодня была закончена, так и не начавшись». Семён причалил к берегу и вытащил своего нового друга из лодки. На земле малыш чувствовал себя гораздо увереннее, отряхивая свою шерсть от напитавшей его влаги. «Ну что, водолаз?» Улыбаясь, обратился Семён к своему новому товарищу. «Теперь со мной будешь жить». Щенок, посмотрев в лицо парню, неуверенно завилял своим коротеньким хвостиком. «Теперь водолаз», такую кличку дал щенку новый хозяин, жил в квартире с Семёном. Алабай превратился из промокшего маленького щенка в огромного белоснежного великана с добрым сердцем. Он ни разу не проявлял агрессии, став любимцем двора среди ребятишек. Те могли его мять и трепать, словно плюшевого. Он покорно всё это терпел, понимая, что нельзя обижать маленьких. Наконец, Семён со своим водолазом снова вырвались на выходные в родные края. Кажется, пёс ещё больше, чем Семён, любил эти вылазки на природу. Здесь он мог выплеснуть накопившуюся в нём энергию, носясь по полям и лая от счастья, как будто он снова маленький щенок. Но вот к реке водолаз больше не подходил, видимо, на всю жизнь запомнив, какую опасность она может таить в себе. На дворе стоял конец ноября. На улице уже был лёгкий мороз, и с самого утра шёл небольшой снежок. Семён усадил своего четверонового друга на заднее сидение, и они отправились в путь. Водолаз с интересом наблюдал за проплывающими за окном пейзажами, иногда что-то громко комментируя своим сдержанным лаем. А Семён замечал, как идущий снег всё больше и больше усиливается, постепенно превращаясь в снегопад. «Вот это мы с тобой сегодня попали», — поделился своими опасениями парень с водолазом, а тот внимательно посмотрел в лобовое стекло, будто разделяя тревоги своего хозяина. Вдруг перед капотом автомобиля мелькнуло какое-то крупное животное. То ли косуля перебегала дорогу в неудачное время, то ли заблудившаяся корова, но парень лишь успел резко дёрнуть руль, чтобы уйти от столкновения, но на скользкой дороге машину занесло и выбросило в кувет, сильно ударив о дерево. Голова парня сильно дёрнулась вперёд, и тут ему навстречу выстрелила подушка безопасности, сильно ударив в лицо. В глазах парня сразу потемнело, и стихли все звуки. Дарья вела свой внедорожник, внимательно вглядываясь в дорогу. «Вот ведь снега навалило», — ворчала про себя девушка. Даже её полноприводный автомобиль было сейчас сложно держать в колее, поэтому она заметно снизила скорость. Вдруг на дорогу выскочило какое-то крупное животное, преградив ей путь. «Тебя ещё не хватало», — сердито сказала Даша, нажимая на педаль тормоза. Как выяснилось, путь ей преградил крупный алабай. Он выглядел вполне ухоженным и домашним, но откуда он здесь взялся? Дарья хотела аккуратно объехать этого нахального пса, но потом присмотрелась к нему повнимательнее. И совсем скоро глаза девушки округлились от удивления. Она увидела, как пёс, остановивший её, тут же кинулся к кувету, и, схватив лежащего человека, начал активно подтягивать его к её машине. Поначалу девушка подумала, что собака напала на человека и теперь играется с ним, как с куклой. Но потом она заметила лежащий в кувете автомобиль и всё поняла. Она тут же набрала номер скорой помощи. Поняв, что собака пытается спасти жизнь своему хозяину, Даша совсем перестала его бояться и вышла из машины. Проверив пульс у пострадавшего, она подложила ему под голову свою куртку, чтобы не дать парню замёрзнуть. Скорая приехала очень быстро. «А что же с собакой?» — спросила Дарья у торопящихся врачей. «Мы людьми занимаемся, собаки не наше дело». Сухо ответили те, включив сирену, поспешили доставить больного в лечебное учреждение. Даша посмотрела на растерянного пса. «Ну что, придётся тебе у меня пожить, пока твой хозяин не поправится». Сказала она псу, глядящему на неё своими большими грустными глазами. «Здравствуйте, к вам можно». В палату к Семёну зашла молодая симпатичная девушка. «Я Даша», — представилась она. Парень тут же приподнялся, приняв сидячее положение. «Здравствуйте, Даша. Это вы меня спасли. Я даже не знаю, как вас отблагодарить». Начал он, но девушка, положив на тумбочку пакет с апельсинами, улыбаясь, прервала его. «Вы своего пса благодарите. Это он вас спас, а я просто скорую вызвала». Она присела рядом с парнем, положив свою руку на его плечо. Семён улыбнулся. «А где он, кстати? Я за него тоже переживаю». Поделился он с девушкой своими мыслями. «А не переживайте», — бодро ответила девушка. «Он у меня. Как поправитесь, сразу заберёте», — уверила она Семёна. «То есть вы меня в гости приглашаете?» — спросил парень, глядя прямо в красивые глаза Дарьи. А та, смущённо засмеявшись, ответила. «Ну, конечно. А почему нет? Тогда я буду поправляться в десять раз быстрее, чтобы снова вас увидеть», — ответил парень и положил свою руку на её ладонь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok